11 лет назад муж подарил машинку швейную. Захотелось мне сшить юбку. Самое время сшить. От легкого шифонового платья до шубы. Уход западных брендов из России повлиял и на Академию шитья борда. Но это не значит, что тем, кто хочет и любит шить, больше некуда идти. Команда приобрела новое название и стала самостоятельным брендом. Швейные программы мы, конечно, оставляем, потому что они проверены опытом. Это практика, это многолетние стажировки. У нас преподаватели проходили соответствующие подтверждения квалификации. Но появляются новые швейные программы, новый подход в работе. В день открытия Академии шитья Грин гостям и ученицам школы предложили принять участие в мастер-классе от Тесуры. По пошиву твили. Твили – это такая текстильно малая форма, можно сказать. Небольшой аксессуар, который можно повязать и на шею, на запястье, на сумочку. Если предыдущее поколение шили вещи из-за дефицита одежды и необходимости, то сейчас же эта история приобретает иной смысл. Шить своими руками – это приятное с полезным. Как говорят, это кастомизация в лучшем виде. Заходя сейчас в магазин, я уже не смотрю на то, что висит, я смотрю на швы. Это первое. Ну, я шью своим детям, шью своему мужу, себе, родителям. Нервы успокаивать, восстанавливать свой баланс, так скажем. Именно у меня пришлось это нашить йод. Это изначально было как антистресс. Снять напряжение, расслабиться. Которое я хочу, чтобы нечто большее переросло. Потому что вот эти занятия руками, они разгружают наш мозг, наши ежедневные и повседневные обязанности. От работы, от семьи отвлекают. Это то, что позволяет женщине быть женственной, чувствовать себя очень благодатно. Для чего мы, женщины, на свет рождены? Чтобы украшать этот мир, создавать что-то очень ценное и красивое. Это хобби, кстати, имеет еще и практически смысл. Мало того, что мы снимаем стресс, еще и получаем эксклюзивные и уникальные вещи.